Представители знака Зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, второй расклад. Исполнится ли моё желание? Исполнится ли ваше желание, мои дорогие Тельцы? И это новый формат видео, который я решила называть «Трамвай желания». Вся наша жизнь – это своеобразное путешествие. И порой бывает время, когда мы вынуждены сделать паузу, остановку. А бывает иное время, когда мы как будто ход набирают события. Мы вынуждены набрать скорость. Давайте вместе поразмышляем, допустим, альтернативные варианты развития событий. И наше видео, наш второй расклад будет состоять условно из двух направлений. Ваше желание или в какой сфере вы бы хотели что-то осуществить и возможности. Первую карту, которую мы с вами достанем, вообще энергетика. Насколько осуществимо может быть ваше намерение или способствует ли обстановка в январе тому, чтобы вы осуществили задуманное, мои дорогие. Вот давайте узнаем, каковы подсказки карт. Исполнится ли ваше желание. Итак, энергетика. И дальше мы достанем три карты. Это будет означать ваше желание или, может быть, те сферы жизни, где вам придется взаимодействовать с людьми, общаясь. Или, ну, та сфера жизни, где вы ожидаете каких-то перемен. И третье. И если это у нас позиция желания, возможности достанем тоже три карты. Соответственно, первому желанию, как видят карты, второе желание. И третье. Итак, энергетика января. Насколько продуктивно, мои дорогие тельцы. Сразу дела, работа, бизнес, деньги. Какая-то конкретика нет. Никаких, знаете, творческих исканий, душевных метаний, глубокой философии. Нет, все стоит у причала этого месяца. И больше, наверное, продуктивным будет этот месяц, если вы... Ну, это ваши вообще, Пентакли, это к вам подходит, как к никому другому. Это где-то ваша Венера. Это вопросы денег, может быть, и отношений. И вообще будет все так, как вы хотите. И по части заработков, как что-то изменить, улучшить, согласовать. Важно, мои дорогие тельцы, когда вы сами этого захотите. Это сама по себе карта прогресса, профессионализма, новых навыков, творческих проектов, уже в каком-то конкретном решении, исполнении. И как будто это все развивается со знаком плюс. И на длительный период времени это улучшается, как и ваш профессионализм, как ваша экспертность, как ваше желание осуществить что-то. Вы прикладываете усилия, и, понятно, будет результат. В целом, если мы про энергетику, как раз этот месяц и способствует работе и зарабатыванию денег. Итак, первое желание, чего оно может касаться, вот интересно, у Овнов, как ни странно, тоже была первая карта по желанию, король мечей. И это часто какие-то инстанции. У кого-то это могут быть вопросы, связанные в суде. Может быть, не вас это лично касается, но каким-то образом взаимосвязано с вашей судьбой. Может быть, вы ожидаете какого-то решения. По этой карте вопросы здоровья с врачами. Когда вы вынуждены, может быть, проходить обследование, обращаться к стоматологу, почему нет. Что-то вы планируете. Или, может быть, правда, есть те вопросы, не обязательно суды. А когда вы должны что-то сделать четко, наверняка. По этой карте мы обращаемся к юристам. Как будто не должно быть оплошности, не должно быть сомнений. Вы должны понимать, как порядок какой-то или как система какая-либо работает в отношении вас. Или это может быть какой-то процесс, который тоже взаимосвязан с правилами, регулировками. И вы должны сделать именно так последовательно, как это предполагается для большего успеха, больше четкости, больше рационализма, больше логики. Или, я повторюсь, это конкретные могут быть инстанции, врачи или люди узкой специальности. Может быть, это вы дома что-то хотите улучшить или есть необходимость обратиться к специалисту, который конкретно знает, как решить, допустим, вопросы по электрике. Вот иногда такие узкие специальности тоже проходят по королю мечей. То есть это то, что мы хотим сделать правильно, надежно, уверенно. И где-то закрыть тот вопрос, чтобы о нем больше не думать. Вот давайте мы посмотрим подобные согласования, как они у вас пройдут. Знаете, тут какая-то правда как будто у вас проясняется. По этой карте это могут быть те ситуации, когда вас эта правда может не радовать. Правда, мои дорогие тельцы, тут есть то, что вы, наверное, рассчитывали на что-то другое. И как будто процесс этот в январе не завершится, что-то продолжится именно для того, чтобы точно определиться, что же это такое. Либо это у кого-то правда врачи или какое-то обследование, которое может иметь продолжение с заходом на февраль или какие-то мероприятия, увы. Или, если мы говорим про суды, значит, ну, наверное, тоже не в январе с заходом, может быть, на февраль. Или могут быть еще те ситуации, когда с нами пытаются спорить, может быть, вам придется где-то, словно, ну, не то, чтобы менять направление, а, предположим, менять специалиста, менять адвоката, менять юриста, менять чиновника, да, ну, условно, войти не в одни двери, а в другие. Ну, вот как-то обстоятельства складываются таким образом, что продолжить вам что-то придется, причем выдерживая где-то эмоциональное напряжение, потому что вам могут что-то доказывать или у кого-то могут быть ошибочные мнения, примите это к сведению. Вот здесь будет самое главное узнать какую-то правду, с чем-то вам как будто для себя самого или для себя самой определиться, чтобы, ну, как минимум в своей собственной душе знать направление. Но что-то не заканчивается, мои дорогие, и если есть желание горячее, с чем-то быстро как будто начать закончить, ну, наверное, все, что касается вот тех сфер жизни, что я перечислила в самом начале, как будто, ну, нет, вот тут не получается. Другая сфера жизни, где могут быть перемены, шестерка мечей, это может быть отчасти работа, кстати. Две шестерки в колодах Таро, любая шесть, у нас как победа проходит. Вообще любое движение, любая активность, она проходит шесть стадий. Наверное, это как гексограмма китайская, все взаимосвязано в нашем мире. И почему и в колодах Таро шесть – это победа, а следом идет семь, и это всегда пауза, своеобразная перезагрузка. Так вот, шестерки нам всегда говорят о том, что мы прикладывали к чему-то усилия, и как будто мы должны все сохранить. Не только какая-то как победа, успех, это карта заслуженного успеха, но она, вот конкретно шестерка мечей, она как будто говорит, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Как будто есть какая-то победа у вас, что-то вы уже достигли, и это больше будет касаться работы, заработков вашего хобби, вашего творчества. У кого-то изучение языков, изучение, может быть, языков программирования, смена сферы деятельности. И как будто тоже продолжать нужно, удерживая уже теперешние ваши позиции. Вот это будет для вас важно. Успех, он к вам придет, но не совсем в январе. Может быть, в январе он пойдет как бы по нарастающей. Надеемся сами на себя, но определенно в какой-то сфере вашей жизни, я так вижу, это работа, дела, бизнес, новые направления, новые способы заработка. Тут как будто успех к вам приходит. Ну, давайте узнаем, в январе ли это будет. Да, тут уже в январе какие-то приятные новости. Вообще, это карта якоря. Хоть нам и изображена семья, у кого-то может проиграться, как, ну, может быть, и семейный бизнес. Почему нет? Или помощь ваших домочадцев, помощь ваших близких. Это где-то взаимопонимание, поддержка. И, может быть, отчасти в ваших делах. Это вообще у вас очень прочная позиция, мои дорогие. Тельцы, две шестерки. Правда, тут, посмотрите, в какую красивую канву выкладываются. Шесть пентаклей, шесть мечей и четверка жезлов. Это как и планы на будущее, как уверенная позиция на январь, правда, деньги, финансы, какие-то согласования, ну, которые связаны либо с имуществом, либо с работой, либо с вашим продвижением. Пусть это будет ваше хобби даже, да. Оно как будто тоже может быть монетизировано. Или ваше ремесло. Может быть, вы просто начнете в январе, отдадите предпочтение, теперь я буду работать на самого себя. Или, мои дорогие, построение в карьере. Может быть, даже эта карьера потребует от вас задержаться час-другой на работе, но как будто ваши близкие и поймут, и оценят, и поддержат. Ну, есть определенный успех. Вот все то, что нам показала шестерка пентаклей. Третье. Ну, а тут само по себе уже исполнение желаний. Это карта сильной позиции. Это карта денежного достатка. Это карта самореализации. Где-то, когда вы довольны собой, когда у вас все под контролем. Когда вы, да, мои дорогие, надейтесь сами на себя. Но это вам дает, ну, какие-то неоспоримые преимущества, когда вас невозможно как будто сбить с толку. Или невозможно, ну, куда-то увести от того направления, которым вы занимаетесь. Вы как уже профессионал в чем-то. И вы точно знаете, что мне следует делать, а что мне делать не следует. Правильно где-то расходуйте свои силы, ведь это тоже немаловажно. Ну, и деньги как будто вот само по себе желание может быть как денежное, как самореализации. С учетом как раз, видимо, у вас что-то продвинется словно по делам, работе, бизнесу. И по деньгам, мои дорогие. Тельцы в январе. И это для вас откроет новые перспективы для самореализации. Вы можете дальше планировать в течение января, как я как раз что-то буду добавлять к тем позициям, которые я уже завоевал. Или то, что у меня уже получилось сделать. Ну, вот возможности каковы. Ну, вот даже нечего добавить, посмотрите. Да, есть и вопросы, которые, ну, вот так не получится, да, как вот рыцарь мечей, король мечей решить однозначно. Чем-то вам придется заниматься, уделять внимание чему-то. Ну, правду вы определенную получите, ясность-ка в чем-то у вас наступит. И даже если вы не разберетесь в январе, продолжите, стало быть, на февраль. Но определенно радует ваше вдвойне, втройне, может быть, сколько, пять раз, пять карт. Сильная позиция, карта сила. Когда придется где-то, да, вот это вальва, это прообраз нашего эго держать на коротком поводке. Видимо, часто будет, знаете, такое эмоциональное желание высказать все, что я думаю. А нет, по этой карте энергия как у манипулятора великого, когда мы взаимодействуем. Может быть, учимся сами, но, может быть, учим кого-то другого. И вот так постепенно, где-то монотонно, может быть, придется повторять что-то по нескольку раз. Но, может быть, это и ваша, мои дорогие тельцы, настойчивость. Вы умеете, если нужно, скорректировать, переделать что-то, улучшить. Вы будете пунктуально как раз следовать, как будто понимая, что, да, эмоции сейчас, ну, не лучший мне помощник. А вот, правда, есть какая-то конкретика, и я должен или должна для самой себя, самого себя, сделать вот именно так. Абсолютное понимание, и правда, и абсолютная сила, как и карта самодостаточности, так и карта сила. Для вас уже январь, продуктивный месяц. Правда, 21 января Плутон меняет знак, переходя из Козерога в Водолей. И Водолей – это у нас не что иное, как наша индивидуальность. Это свобода, свобода самовыражения, самодостаточности, и у вас как раз шикарно получается. Как будто задел взять на февраль месяц, и поэтому для вас 2024 год, он и должен быть где-то планетарно очень продуктивен. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.